При всей консервативности художественного языка, народное искусство неизменно откликается на глубинные общественные потрясения. Великая Отечественная война и героическая победа советского народа над фашизмом стали началом нового этапа и в развитии народных промыслов. В послевоенный период народное искусство выходит за рамки утилитарной функции и обращается к зрителю в форме крупных тематических произведений. Как художники смотрят на произошедшие события, как они пропускают их через себя. То есть многие авторы предоставили работы на личные свои темы, то есть посвященные своим дедушкам и бабушкам, которые прошли войну и которые отразили в их душе особые переживания. И другие, которые, допустим, Анна Бутина, которая через природу, через мозаичный пейзаж, она показала тоже фронтовой лес, который пейзаж, там не происходит никаких ботальных сцен, событий. Это просто пейзаж с березками, но он настолько ассоциируется с какими-то военными событиями, потому что лес, партизаны, прочие военные действия, фронт, они были свидетели, природа была свидетелем вот этих страшных событий, которые происходили. В основу экспозиции легла мысль об образной переработке в предметах народного искусства, народной памяти. На выставке «Земли моей минувшая судьба» представлены произведения художника-керамиста Добрынина, созданные в 1946-47 годах. Это фигуры красноармейцев, выполненные в реалистической манере. С ними соседствует костюм, созданный по мотивам традиционной народной одежды в 1980-е, мастерами ныне несуществующего предприятия «Рязанские узоры». К сожалению, 21 век довольно жестко прошелся по народным промыслам. Закрыты известные фабрики, которые существовали долгие десятилетия на Рязанской земле. Рязанские узоры, фабрика Скопинской художественной керамики, влачит достаточно сложное существование. Михайловская фабрика «Труженица», производство «Кадамский венис». Все, чем мы гордились многие десятилетия, когда мы говорили о промыслах Рязанской земли, к сожалению, сейчас утрачивает свои функции. Продолжением экспозиции являются произведения современных московских мастеров, художественного стекла и керамики. Используемый в них материал вызывает ассоциации с хрупкостью человеческой жизни и неизгладимостью воспоминаний. Стремление разделить боль ушедшего поколения, передать ощущение живой связи прошлых и сегодняшних, составляет содержание творчества современных авторов. Если говорить о современных мастерах прикладного искусства, то здесь вы видите и знакомитесь с интереснейшими техниками производства стекла, например, Тиффани, Фьюзинг, Малирование. Когда видишь подлинные образцы художников, сделанные в наше время и посвященные теме памяти предков, памяти прошедших подвигов, это необычайно интересно. Соседство многих экспонатов может показаться неожиданным. Это своеобразное путешествие через многообразие форм, материальной культуры, столкновение традиционных и современных решений позволяет остро прочувствовать внутреннюю основу искусства, корни которого неизменно уходят в глубину народной памяти. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».